Пять новых случаев заболевания коронавирусом. Более 30 стационарных больных. Из них четверо в реанимации в крайней степени тяжести. Более 300 изолированных Роспотребнадзором. Такова ковидная статистика на 6 июля. В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа провели брифинг для региональных СМИ. Брифинг для представителей средств массовой информации начался с вопросов и ответов о текущей эпидобстановке по коронавирусу. Пациенты все находятся под наблюдением медицинских работников. На сегодня у нас лечится 93 пациента с новой коронавирусной инфекцией. 31 пациент находится в стационаре. Из тех пациентов, что у нас находятся в стационаре, это 4 пациента в крайней степени тяжести находятся в реанимационном отделении. 26 пациентов находятся в отделении инфекционном. По статусу 3 удовлетворительных, 19 средне тяжелых и 4 пациента в тяжелом состоянии. Все получают лекарственную терапию адекватную в соответствии с клиническими рекомендациями. Доктора бьются за их жизнью и здоровью. Симптоматика заболевания в третью волну коронавируса, как отмечают медики, сильно поменялась. Да, очень сильно настораживает данная инфекция тем, что она протекает на самом деле молниеносно и незаметно для самого пациента. Отмечаю также доктора, которые слагаются на первичном этапе с данными пациентами, что внешний вид пациента не соответствует той тяжести, которая есть на момент осмотра. Поэтому, конечно, обращаем внимание всех пациентов, и жителей округа, и жителей города, и их родственников на то, что, пожалуйста, соблюдайте средства индивидуальной защиты. Много было информации о том, что маска обычная медицинская, она не спасает от вируса. Конечно, это так, она не спасает от вируса, она спасает от той дозы вируса, которую вы приобретете от больного человека. Много сейчас случаев было госпитализации к нам в реанимационное отделение. Все пациенты поступали с крайней степенью тяжести, уже со стопроцентным поражением легочной ткани. И эти пациенты на момент еще поступления сами не отмечали той тяжести, которая была у них уже по факту. И, конечно же, прогноз у таких пациентов крайне тревожный. Здесь вопрос встает не только о том, чтобы пациента перевести в соматическое отделение после того, как он перестанет нуждаться в респираторной поддержке, но также и в присоединении сопутствующей патологии, с которой потом крайне тяжело бороться. Поэтому, конечно, здесь целый каскад изменений в организме происходит. Это касается сердечно-сосудистой системы, это касается и способности головного мозга к перевариванию информации, и к адаптации человека к социальной жизни. И также, если есть у кого-то хроническая патология, она будет, безусловно, обостряться. И многие пациенты возрастных групп старше 50 лет, если даже идет положительная динамика по коронавирусной инфекции, если удается справиться с вирусной пневмонией, эти пациенты потом надолго задерживаются в обострении их хронических ситуаций, хронических заболеваний. Врачам и фельдшерам стало труднее выявлять коронавирус по сравнению с двумя предыдущими волнами эпидемии. Очень часто у нас сейчас бывает так, что приезжаешь на вызов, вот действительно нет показаний к экстренной госпитализации по всем критериям, которые у нас имеются. То есть, возможно, там уже идет поражение легочной ткани 30-40-50%, но его мы не слышим, мы его не видим. Мы не можем определить это потому, что сатурация держится на высоком уровне насыщения крови кислородом. И поэтому такие пациенты лечатся амбулаторно. И вот это вот основная сложность в том, что сегодня коронавирусная инфекция протекает скрытно, латентно. И поэтому, когда мы уже госпитализируем, то идет уже поражение значительно более глубокое. За последние две недели эпид-обстановка в округе значительно обострилась. За этот небольшой период времени от коронавируса скончались сразу шесть пациентов Ненецкой окружной больницы. Это позднее выявление заболевания, позднее начало лечения. В случае любой вирусной пневмонии позднее начало лечения будет приводить в большинстве случаев к неблагоприятным исходам. Количество заболевших растет с каждым днем, причем в основном за счет возвращающихся из-за пределов округа отпускников. Участники брифинга поделились, что больше всего заболевших из тех, кто отдыхал в Анапе. «Хочется отметить следующее, что у нас медицинская организация сейчас работает на пределе. Для того, чтобы развернуть дополнительные коечные мощности, нам нужны дополнительные кадры. К сожалению, у нас сейчас кадры все в ограниченном ресурсе, поэтому еще раз призываем наше население отнестись с пониманием к той ситуации, которая есть, и максимально себя обезопасить». В третью волну коронавируса изменились возрастные группы заболевших. Если помните, то раньше вирусу были более подвержены пожилые люди. «У нас сейчас возрастная группа старшая, она более-менее стабильна. У нас сейчас идет рост заболеваемости в группах 18-29 и 30-39. Это те группы, которые всегда считают, что нас пронесет, нас не коснется. Эта группа начинает активно болеть». Медики, борющиеся с коронавирусом в регионе, также отмечают, что заболевшие ковидом обращаются за медицинской помощью через несколько дней после заболевания. Многие ходят до последнего на работу, думая, что пронесет. «Многие случаи, с которыми я сталкивался, показывают то, что человек продолжает ходить на работу. То есть он заразился, у него уже поражение какое-то есть. Он чувствует единственное, что слабость какую-то небольшую. Он продолжает работать, при этом он инфицирован. И если он не носит маску, то, соответственно, вы понимаете, насколько быстро может распространяться вирус, особенно если человек работает где-то в сфере торговли, скажем, то есть там, где имеются большие скопления людей. И, соответственно, мы просто, если дальше будет продолжаться таким образом, то будем иметь еще большую вспышку, чем сейчас, на данный момент». Поэтому медики советуют, при первых признаках заболевания, при недомогании не выходите из дома, обратитесь к участковому врачу. «Если вы чувствуете, что вы больны, что у вас повышенная температура, не надо этого геройства и ходить героем на работу. Я больной пришел, посмотрите, какой я красивый, вы можете являться источником инфекции. Если у вас повышается температура, чувствуете першение в горле, какие-то респираторные изменения есть, не надо никуда выходить, просто вызовите врача на дом, врач подойдет. Естественно, не придете в два часа, как я уже говорила раньше, у нас кадровые дефициты очень жесткие. Как только у врача появится возможность, он подойдет, осмотрит, если потребуется, возьмет мазок и примет все решения, которые необходимы по каждому конкретному пациенту». Напоминаем, в регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, либо в своей медицинской организации. По субботам привиться можно без предварительной записи в городской поликлинике и поликлинике поселка Искателей. А теперь ежедневно и в пункте вакцинации, расположенном во Дворце культуры Арктика, в порядке живой очереди. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.